Данил, многим хочется знать, с чего началась твоя актерская карьера. Как ты решил стать актером? Ну, во-первых, я в классе во втором с Андрюхой Воскресенским, в своем родном городе Котласе, во второй школе, начал пародировать бабок из кривого зеркала. Потом это все приросло в КВН, потом я стал капитаном команды, своей классной команды. Потом вступил в юниорскую лигу, собственно, играл уже за город. А потом я вообще хотел быть менеджером по рекламе, стал учиться в европейской школе корреспондентского обучения. Это когда они тебе высылают материал, ты на него, собственно, там отвечаешь, тест вот это все читаешь, задание, отправляешь обратно, они тебе выставляют оценку. Через два года ты получаешь диплом, типа. Вот, я хотел быть менеджером по рекламе, отучился на менеджера по рекламе в этой школе, стал работать в родном городе Котласе, в местном издании «Вечерний Котлас» менеджером по рекламе и понял, что там нет творческой составляющей вообще. Это ты просто как бы продавец. Вот, потом я решил снимать эти самые ролики рекламные, то бишь быть режиссером, не знаю, театрализованных представлений, рекламы, там, без разницы. Вот, чтобы поступить на такой факультет, ты должен сдавать ступительный экзамен, ты должен сдать сценарий, собственно, ЕГЭ и вот прочую тут движуху. Когда я начал писать эти самые ролики, я для себя обнаружил очень интересную творческую единицу актер. Вот. Тут меня мама спросила с кухни, а что, действительно не хочешь быть актером? Вот. Я пошел в местный драматический театр в Котласе, отучился там год и поступил в «Амбуки». Ну и дальше так и потекло. А что самое запоминающееся было? Давай брать тогда уже сериал «Физрук». Что? Какая самая запоминающаяся здесь, может, сцена была сыграна или такое что-то? Самая запоминающаяся сцена? Один раз в жизни мы рассказали о ней в интервью в одном, потом мы сказали больше не рассказывать об этом. История такая сомнительная. Мы не умолчим. А вообще мы снимаем комедию, поэтому что ни день, то, в принципе, день полный впечатлений. А вообще самый яркий был первый, естественно, день, когда вот этот мандраж, первый раз я видел Нагиева. Вот. Нужно было с ним говорить, нужно было реагировать на него как-то, непонятно как. Говорят, что комедийную роль намного сложнее сыграть, чем драматическую. Насколько тебе легко было вжиться в твою роль? Опять же говорю, Валя – это подарок. Вообще, это правильная теория. Комедию играть сложнее, чем драму, даже с точки зрения ремесла, потому что в драме очень большую часть играет монтаж. То есть, если вот снять тебя, например, вот сейчас, а потом склеить с тремя разными кадрами, получится три разные абсолютно эмоции, если ты будешь сидеть с серьезным лицом. То есть, там ничего такого, прям играть-то не надо. А в комедии, действительно, надо что-то придумать, надо рассмешить как-то народ, потому что текст, он особо тоже не смешной, как бы, в принципе, сам по себе. Валентин – это был подарок. Когда мне сказали, кого я буду играть, мне сказали, что мы тебе прилепим усы, бакенбарды, наденем пиджак, шляпные брюки, рубашку, дадим тебе смешные реплики и все. То есть, мне дали прям все, и мне нужно было лишь просто хотя бы что-то делать. В какой момент тебе пришла слава? После восьмой серии «Физрука», по-моему. Я прям помню, я вообще учился в Авгике, еще жил в общаге, шел из общаги на метро в ННХ, там висел этот баннер огромный. Вот, и возле этого баннера меня узнал первый человек, да. Подошел, сфотографировался, потом через 15 метров еще, и тогда я понял, походу, началась жарень. И вот все, так и понеслось. Твои планы, творческие планы, есть ли сейчас какие-то роли в каких-то новых сериалах или фильмах? Да, есть. В августе будет запуск сериала. Я не помню, какое у него название, но вообще сериал про цирк и войну. Я там буду играть акробата. В общем, потом стартует один сериал про нашу полицию. Вот я там тоже играю, по-моему, лейтенанта или что-то такое. Вот «Физрук» запускаем четвертый сезон в августе. А насчет ролей хотелось бы уйти в драму, в какую-нибудь, сыграть сказку, типа там вот Тим Бертон снимает что-нибудь. У нас просто в России такого не снимает. Но с удовольствием хотелось бы проиграть в какой-нибудь сказке. Вот. А так вообще план на будущее хотелось бы прослыть артистам, которые могут сыграть все. Продолжение следует... Продолжение следует...